Кандидаты медицинских наук Даниловы Елены Владимировны. Вариант проходите. Тема «Ранняя диагностика и предупреждение онкологических заболеваний». И чуть позже подойдет следующим выступающим после Елены Владимировны Писарев Владимир Васильевич, профессор кафедры травматологии Ивановской государственной медицинской академии. Он расскажет о том, как предупредить бытовой травматизм, но если что-то случилось, как оказать правильно пострадавшему необходимую неотложную помощь. Я также представлюсь Лампасов Леонид Кириллович. Я возглавляю областную организацию ветеранов. Я еще раз рад вас видеть. И по окончанию всего у нас остались по тематике данных семинаров раздаточный материал. Он любезно предоставлен нам как онкодиспансерам, так и другими нашим Сбербанкам, так и другими нашими партнерами. Поэтому, если кто не получил, потом к нам подойдете, мы все это отдадим. Дина Степанова, разрешите продолжать? Пожалуйста, сумку не спусти, а с качапки не спусти. Всем добрый день, уважаемые собравшиеся. Рада вас всех приветствовать. Меня зовут Терновая Дарья, сотрудник Сбербанка. И сегодня мы с вами затронем такую актуальную тему, как безопасное использование банковских карт. У нас сейчас карт является неотъемлемой частью нашей жизни. Я думаю, что больше 50% из вас уже ими пользуются, либо кто-то хочет начать. Так как времени мало, мы с вами рассмотрим кратко основные правила безопасности, с помощью которых вы сбережете свои денежные средства и, конечно же, нервную систему. Итак, первое и самое любимое правило – то, как мы с вами храним пин-код. Все мы знаем, что пин-код – это как ключ от двери. Если мы его оставим в замке, то, конечно же, в нашу квартиру либо дом можно будет беспрепятственно попасть. Пин-код мы нигде не записываем на карте. Мы не храним карту вместе с пин-кодом. Пин-код хранится всегда только в вашей голове. В Сбербанке есть бесплатная услуга, как замена пин-кода. К примеру, вам выдали карту, к ней присвоен был пин-код, но он в вами никак не запоминается. Можно абсолютно бесплатно поменять пин-код в отделениях Сбербанка, либо в любом банкомате. Операция занимает буквально одну минуту, но вы будете абсолютно уверены, что пин-код не нужно будет нигде записывать, и вы будете спокойно им пользоваться в банкоматах и в магазинах. Запомнили? То есть, не нравится пин-код, его можно легко поменять, но не нужно его записывать на видимых частях карты, в паспорте, либо хранить пин-конверт. Второе правило. Самое распространенное обращение в банк по мошенническим действиям, к сожалению, это со стороны родственников, нашим клиентам. Поэтому всегда будьте внимательны, когда доверяете свою банковскую карту третьим лицам. К примеру, у нас бывают такие ситуации, что мы заболели, и не можем сходить в банкомат, то есть, на денежные средства, и бросим соседа, либо своего родственника, либо внуков детей. И, к сожалению, они снимают не ту сумму, которую вы просили, а ту сумму, которая нужна именно им. В этом случае нам на помощь с вами приходит услуга «Мобильный банк». Возможно, многие из вас уже знают, что «Мобильный банк» — это СМС-информирование клиента о всех операциях, которые происходят по счету вашей карты. Подключив услугу «Мобильный банк», вы всегда будете в курсе, во-первых, когда вам приходят зачисления, деменсии, любые другие выплаты, когда и какую сумму снимают с вашей банковской карты, даже если произошел тот случай, когда вы ее дали третьему лицу для снятия наличных. То есть подключаем услугу «Мобильный банк» и, соответственно, всегда будем в курсе о движении денежных средств по счету карты. То есть незаконного списания не произойдет, и вы всегда вовремя сможете это предубедить. Третье правило. Очень часто у нас возникают в голове вопросы, как нам решить ту или иную ситуацию, как совершить платеж или перевод, как оплатить квитанцию. Очень важно за помощью в проведении операции обращаться непосредственно к сотрудникам банка. Это позволит вам получить правильную консультацию, вас проинформируют достоверно и не обманут. Потому что, к сожалению, если у вас возник вопрос, а вы стоите в торговом центре в очереди под команду, и сзади вас, к примеру, молодой человек готовый помочь, он может вам помочь увезти ваши денежные средства на свою карту, но никак не решить ваш вопрос. Поэтому, если возникла какая-то спорная ситуация, вы не знаете, как правильно поступить, как совершить операцию в банкомате, обратитесь в отделение Сбербанка. У нас всегда есть консультанты, которые вам будут очень рады помочь. Либо можно будет обратиться по телефону горячей линии. Так как заговорили о телефонах, также очень важно. К нам, к сожалению, на телефоны поступают много звонков от мошенников, различные спан-звонки, реклама. И нужно быть очень внимательным, с кем мы разговариваем по телефону, и какую информацию мы предоставляем. Смотрите, запомните, что Сбербанк никогда не звонит и не требует ваши персональные данные. Ему не нужны они. Ни ваш номер карты, ни ваш пин-код, ни ваш код безопасности. У банка все сведения есть. То есть банк вам может направить СМС-информирование. К примеру, заканчивается карта, придите, поменяйте. Или, к примеру, какое-то индивидуальное предложение, процентные ставки повышенные. Но никак не просит вас предоставить данные, которые могут спровоцировать мошеннические действия. Поэтому будьте внимательны, если позвонил какой-то номер и требует от вас предоставления данных и срочного решения, остерегайтесь, это мошенники. Также телефоны наши, с которых вам могут поступать СМС-сообщения. То есть на СМС-сообщения мы с вами можем реагировать, которые приходят с номера 900, 900 и 9000. Это два телефона Сбербанка. С номера 900 нам приходит СМС, которые нас оповещают об операциях по карте. Это также очень важно. Это как мы храним с вами чеки, полученные в банкоматах, устройствах самообслуживания. То есть мы с вами совершаем какую-либо операцию, получаем чек, и непроизвольно мы с вами его выбрасываем, сминаем, выбрасываем в корзину. Будьте очень внимательны. Все чеки, которые вы получаете в банкоматах, в терминалах, если они не несут для вас какой-либо ценной информации, разорвали мелко и выбросили. Не храните их в целом виде, не выбрасывайте в мусорку, потому что есть люди, которые не побрезгуют, пойдут оттуда, заберут этот чек и им воспользуются. Если чек нужен, его храним в надежном месте, не нужен, мелко ввем. Первый звонок поступает на телефон от имени мошенников, и они, в принципе, дают о себе знать, что это мошенники. Они требуют откровенно от вас информацию, вводят в заблуждение, возможно, угрожают. Следующий звонок уже якобы со стороны Сбербанка. Клиент теряется, он уже поддается вот волнению и начинает доверять. Поверьте, это новая схема, которая уже, так скажем, разрушила бюджет многих. Второй звонок также идет от мошенников, поэтому будьте внимательны. Ни на первый звонок, ни на второй, ни на последующий, никуда не предоставляйте свои данные. Будьте очень внимательны. Они уже как бы поняли, что у нас напугали, и потом сразу погладили людей, да, помогли им. Нет, это мошенники. Второй звонок точно так же идет со стороны лиц, пытающихся получить ваши денежные средства. Теперь банкоматы. Они стоят не только на территории Сбербанка, самого отделения, но еще в торговых центрах, в магазинах, в аптеках. Перед использованием банкомата необходимо неоднократно нажать кнопку «Отмена», только после чего совершать операцию. То есть подошли к банкомату, снять денежные средства, положить, совершить перевод. Сначала нажмите кнопку «Отмена», потому что на банкомате перед вами, кто был, мог не завершить операцию, которая может оплатиться с вашей карты. Поэтому запомнили, подошли к банкомату, сначала нажали кнопку «Отмена», и дальше совершаем операцию. По правилам основным все, храним правильно пин-код, не выбрасываем чеки в целостном виде в урну, будем очень внимательны при обращении с телефоном, со звонками, которые поступают на ваш номер. И, соответственно, ваша внимательность – это ваш козырь, который вас никогда не подведет. Поэтому от имени банка, от себя лично желаю вам никогда не поддаться на мошеннические уловки, быть бдительным. И, к сожалению, поговорка, что сыр бесплатный только в мышеловке, наверное, она работает как никогда. Все, вам большое спасибо за внимание. А сейчас мы с вами поговорим о онкологических заболеваниях, как их актировать, как их рано выявлять. Если какие-то будут вопросы, можно после этого предприятия, я думаю, наверное, подойти в личном порядке, чтобы спросить. На слайде мы видим цифры заболеваемости. Заболеваемость – это количество заболевших на 100 тысяч всего населения области. Если мы посмотрим на графики, которые здесь представлены, видно красным цветом – это заболеваемость в Ивановской области, и синим цветом – заболеваемость Российской Федерации. Невооруженным взглядом мы видим, да, что заболеваемость у нас в нашей области значительно выше – это люди пенсионного возраста. 22% – это трудоспособные люди, и лишь, слава богу, 0,5% – это дети. Следующий слайд, пожалуйста. Да, еще я не сказала все-таки в абсолютных цифрах, да, чтобы было понимание. Ежегодно в нашей области заболевает более 5 тысяч людей. Раком состоит, на учете у нас в диспансере, около 30 тысяч. Ну, вот если мы посмотрим по структуре заболеваемости среди женщин и мужчин, мы увидим, что на первом месте среди женщин стоит рак молочной железы, далее следует рак кожи, тело матки, ободочная кишка, шейка матки и так далее. То есть на первом месте, акцентирую ваше внимание, это рак молочной железы. Если мы посмотрим у мужчин, какова же структура заболеваемости, то мы увидим, что на первом месте стоит рак предстательной железы, далее следует рак легкого, причем из года в год они немножко меняются, другими местами, то есть то легкие на первое место выходят, то предстательная железа, на третьем месте стабильно рак кожи, далее следует желудок, ободочная кишка и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот я уже говорила, да, что рост заболеваемости, к сожалению, мы приостановить не можем. С чем же это связано? Связано это с тем, что население как планеты в целом, да, как Российской Федерации, как Ивановской области, оно стареет, к сожалению, да. А мы знаем, что чем старше человек, тем риск заболеть раком, он увеличивается. То есть пропорционально. Чем больше возраст, тем риск увеличивается. Почему же это происходит? Ну, вообще у всех здоровых людей в процессе жизни происходит мутация генов, то есть это в принципе нормальная ситуация, да, и наша иммунная система, если она работает адекватно, хорошо, справляется с этим, эти мутированные клетки иммунная система убивает, то есть она с ними борется. Но, к сожалению, с возрастом наш организм ослабевает, иммунная система тоже начинает сдавать, и вот эти мутированные клетки начинают очень активно размножаться. То есть иммунная система их не блокирует, они размножаются. Таким образом возникают раковые опухли. В чем же все-таки причина, да, вот этих мутаций, что провоцирует развитие их? Ну, уже доказано, да, что курение это однозначно влияет на развитие рака не только легких, но и шейки матки, и предстательной железы в меньшей степени, конечно, но тем не менее. Злоупотребление алкоголем также способствует развитию различных онкологических заболеваний, в частности, рака желудка, то есть желудочно-кишечного тракта. Далее мы знаем, что рацио питания нашего также, в общем-то, влияет на развитие онкологических заболеваний, уже доказано. Если человек очень много употребляет в пищу, жирной пищи, жирных продуктов, да, то риск заболевания онкологическими патологиями желудочно-кишечного тракта, он, в общем-то, возрастает. Далее, всем известно, что солнечные лучи, они, кроме, там, да, того, что мы красиво загораем и выглядим красиво, они еще являются и пусковым моментом развития рака кожи. Поэтому сейчас, в общем-то, даже такая тенденция в обществе, что загорать это не модно. И если раньше, например, лет 10 назад, да, везде и в рекламах, и везде по телевизору мы видели красивых гиперзагорелых девушек, то сейчас все-таки общество идет к здоровому образу жизни и пропаганда, в общем-то, загара и особенно соляриев, да, которыми, к сожалению, грешат наши молодые люди, тоже очень любят туда ходить, то сейчас это как угасает. Поэтому, значит, пользуясь случаем, да, обращаюсь к вам, наверняка у всех есть дети, внуки, молодые, да, подрастающие. Обращайте внимание своих, значит, на своих внуков о том, что, в общем-то, загар, он умерен, умерен, но он полезен, но не, как бы, не злоупотребляем, не забываем об этом. Ну и далее, в общем-то, доказано, что вирус попелома человека, который передается половым путем, он способствует развитию рака шейки матки, это абсолютно доказанный момент, поэтому, а также, да, общаемся со своими детьми, со своими внуками, говорим о том, что беспорядочная половая жизнь, она способствует, провоцирует, так скажем, да, развитие рака шейки матки. Следующий слайд. Я немножко вас попугала, да, и теперь, как бы, хотелось бы сказать, да, что же, в общем-то, нужно делать для того, чтобы минимизировать риски развития рака, и что же делать, если вдруг, если все-таки заболевание нас настигло, что, куда идти и как обследоваться. Ну, во-первых, для того, чтобы снизить риски развития рака, да, мы стараемся вот как раз минимизировать те моменты, о которых я уже говорила. Это значит сбалансированно питаться, то есть в рационе должно присутствовать в достаточном количестве клетчатка, да, минимизировать количество жиров употребляемых, вести активный образ жизни по возможности, да, стараться не лежать на диване перед телевизором, активно ходить, двигаться, ограничивать пребывание на солнце, не злоупотреблять соляриями, ограничивать использование возможных гаджетов. Конечно, в большей степени это относится к молодежи, которые сейчас очень любят, да, сидеть в телефонах, в планшетах, мало того, они очень любят и, в общем-то, и спать вместе с ними в обнимку, то есть кладут их на покушку или где-то рядом, и вот всю ночь они, в общем-то, лежат у них рядом. То есть это категорически делать нельзя. Понятно, что абсолютно, ну, как бы исключить гаджеты из жизни нашей молодежи это невозможно, ну, хотя бы ограничить их во время, значит, дневного времени и, конечно же, убирать их от стумбочек там, из кровати своих детей на ночь. То есть как можно дальше, пусть они лежат у них. Ну, не курить и не злоупотреблять алкоголем, постараться минимизировать стрессовые ситуации. Понятно, да, что в жизни стресса у нас очень много и жизнь тяжелая, так сказать, да, но тем не менее стараться, в общем-то, ну, более спокойно, что ли, относиться к ситуациям различным, потому что очень часто мы, к сожалению, видим, что люди, подверженные стрессом очень часто, они, в общем-то, подвержены развитию рака. Еще один момент хотелось бы на моменте остановиться. Если у вашей семьи, у кого-то, да, у ваших родственников ближайших, были раковые заболевания, особенно это касается рака молочной железы, рака водочной кишки, тогда, в общем-то, достаточно нужно быть, ну, как сказать, более, что ли, ответственными в этой ситуации, потому что достаточно часто вот эти вот особенно патологии рака молочной железы и рака водочной кишки, они, в общем-то, несут такой генетический, так скажем, фактор. То есть это не означает, что абсолютно точно, там, если у вас кто-то в семье болел этими заболеваниями, у вас оно возникнет, но риск многократно увеличивается, если в семье были эти заболевания. Поэтому, если они были, тогда необходимо своему участковому терапевту в поликлинике по месту жительства об этом сообщить, значит, сказать, для того, чтобы доктор предпринял все возможные меры для, во-первых, следить за вашим состоянием здоровья, да, чтобы не доводить организм до развития раковой опухоли, да, и, в общем, минимизировать риски всевозможные. Ну и вот, как обследоваться и кому, в какие возрастные периоды, сейчас я вам скажу. Значит, во-первых, для того, чтобы выявить подозрения на онкологические заболевания визуальных локализаций, то есть это может быть кожа, да, это может быть щитовидная железа, та же молочная железа, лимфатические узлы и так далее, для этого вы должны посетить один раз в год смотровой кабинет, причем и мужчины, и женщины, то есть там вас должны раздеть, причем раздеть полностью, не только до пояса, смотреть ваше кожное покрово, посмотреть вам полость рта обязательно, потому что, к сожалению, зачастую мы видим, что участковые терапевты в наших поликлиниках настолько загружены, да, настолько у них, в общем-то, большое количество пациентов, что они даже не успевают, ну, заглянуть, грубо говоря, в рот, да, но это делается необходимым, поэтому вот смотровой кабинет – это то место, куда вы должны прийти, где вам должны посмотреть полость рта. Почему вот я акцентирую на полость рта? Да, потому что, к сожалению, казалось бы, да, это визуальная такая форма рака, просто там посмотреть, да, с фонариком, никакие дополнительные методы исследования не требуются, но, к сожалению, вот эта вот локализация, она у нас очень часто выявляется в поздней стадии, когда уже помочь пациенту бывает очень сложно. Ну вот, кроме полости рта в смотровом кабинете вам должны кожные покровы, я уже сказала, посмотреть, пропальпировать, щитовидную железу, посмотреть периферические, лимфатические узлы у женщин молочной железы, да, кроме этого, осмотр гинекологический, то есть, значит, на кресле, плюс забор маска на онкоцитологии в обязательном порядке у мужчин, это осмотр наружных половых органов, да, и осмотр прямой кишки, то есть это вот тот перечень исследований, которые вам должны провести в смотровом кабинете один раз в год, еще раз говорю. Ну, далее, все мы привыкли проходить флюорографию, да, для нас это очень привычно, поэтому не забываем этого делать. Далее, здоровым женщинам с 40 лет и старше обязательно один раз в два года проходить маммографическое исследование. Почему я говорю здоровым? Потому что у некоторых жительниц, да, у нас бывают различные мастопатии, ну, это уже не здоровое состояние молочной железы, и в таких ситуациях они наблюдаются уже у гинеколога немножко в другом режиме. То есть, если у вас не стоит этот диагноз, и вы в этом плане здоровы, тогда один раз в год, один раз в два года обязательно проходить маммографическое обследование. Но хочу тут добавить, да, что в настоящее время наша область оснащена достаточным количеством цифровых современных маммографов, которые позволяют выявить заболевание на, в общем-то, раннем стадии, когда рак можно полностью излечить, поэтому пользуемся активно этим методом исследования. То есть, во всех поликлиниках города Иваново, вот в прошлом году, в конце прошлого года практически во всех установлены новые цифровые маммографы, ну и в районах области они тоже есть, безусловно. Общее количество 19 маммографов у нас на области. То есть, проблем с этим исследованием нет. Дальше, что нам еще нужно делать? Мужчинам и женщинам с 40 до 64 лет, один раз в два года, а в возрасте 65 до 75 лет обследоваться на наличие крови в кале. То есть, это метод исследования, ну, как бы не инвазивный, как мы говорим, доктора. То есть, просто сдать кал и доктор вам скажет. То есть, если есть в кале наличие крови, тогда уже, в общем-то, в дальнейшее действие, доктор вам скажет, что нужно пройти, либо ковлоскопию, либо еще что-то. Далее, касается мужчин. В возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет проходить исследование крови на простатспецифический антиген. То есть, это исследование на рак предстательной железы. Ну и женщинам и мужчинам, которые достигли 45 лет, нужно пройти ФГДС. То есть, опять же, если мы здоровы, да? Если там какие-то проблемы, то, понятно, мы наблюдаемся в ином режиме. То есть, вот все эти исследования, которые я перечислила, проходятся в рамках диспансеризации. Это, естественно, бесплатно, и вы на это имеете абсолютно полное право. Следующий, пожалуйста, слайд. Что же делать? Да, ситуация, если вдруг у доктора в поликлинике по месту жительства, где вы наблюдаетесь, возникло вдруг, либо там у терапевта, либо какого-то узкого специалиста возникло подозрение на онкопатологию. Ну, алгоритм действия такой. То есть, доктор в поликлинике, опять же, повторяюсь, по месту жительства проводит дополнительные исследования, которые, ну, регламентированы приказами Департамента здравоохранения. То есть, проведя дополнительные исследования, пациенту дается направление установленного образца, с которым он, направление на консультацию в онкодиспансере у нас, с которым он, в общем-то, и приходит на консультацию в поликлинику онкодиспансера. Как можно записаться в поликлинику диспансера? Это существует три способа, но первый способ это придя, да, вот, живьем, так сказать, в регистраторию записаться. Второй метод, более удобный, это по телефону, единому кулцентру. Звоните, записывайтесь на нужное вам время. Ну и третий способ, такой более, для более продвинутых, так сказать, пользователей, это запись по интернету. Но здесь очень часто нашим пациентам помогают дети, внуки и так далее, то есть тоже проблем не возникает. Еще раз, как бы, акцентирую внимание, что многие просто думают, что онкодиспансер это то место, куда можно прийти, обследоваться на наличие или отсутствие рака. То есть, если вдруг кому-то что-то показалось, и вот я самостоятельно могу прийти, меня там обследуют. Нет, так не бывает, потому что диспансер занимается уточняющей диагностикой, то есть, если у вас возникли какие-то проблемы, какие-то жалобы, вы идете не в диспансер, вы идете к своему доктору по месту жительства. И вот уже оттуда, в общем-то, начинается цепочка под обследованием и направление уже к нам в диспансер. Пожалуйста, имейте это в виду. Следующий слайд. Немного хотелось еще в конце рассказать о нашем учреждении, онкологическом диспансере, чтобы было просто понимание. Наш диспансер достаточно большой, он является одним из наиболее крупных в Центральном Федеральном округе. На нашей базе развернуто 648 коек. Есть и круглосуточный стационар, и дневной стационар. Диагностическая база у нас достаточно хорошая, да, тем более, что в этом году, вы, наверное, слышали, началась национальная онкологическая программа, в которой, в общем-то, в числе всех остальных регионов участвуем мы. В рамках этой программы в диспансер закупаются новые диагностические оборудования и лечебные тоже. То есть это лучевые аппараты достаточно такие современные, массивные, хирургические оборудования, диагностические. Закупается МРТ, резонансный томограф, которого у нас, в принципе, раньше не было. Кроме этого, у нас со следующего года заработает ПЭТ-КТ, это очень современный методиагностики, уточняющий, опять же скажу, да, позитронно-миссионная томография, которой не было у нас в области, и в соседних регионах, кстати, его тоже нет до сих пор. То есть, в общем, мы будем обладать, в общем-то, очень мощнейшие, так скажем, диагностические лечебные базы. Расскажу немного о методах лечения, которые проводятся на нашего диспансера. Это три вида лечения основные. Конечно, первое – это хирургическое лечение, то есть удаление опухоли. Далее – лучевая терапия, вот как раз на лучевых аппаратах, которые, в общем-то, у нас будут переоснащаться. И третий метод лечения – это химиотерапия. Тоже скажу, что в рамках вот национальной онкологической программы, то есть в этом году и до 2024 года, федеральный фонд выделяет очень большие деньги на химиопрепараты. В настоящее время мы обладаем всем спектром необходимых лекарств. Поэтому хочу сказать, что вот в настоящее время, в ближайшие четыре года, думаю, что наша онкологическая служба будет развиваться и развиваться дальше. Еще что хотела сказать, чтобы просто было понимание, еще в рамках онкологической программы, вот этой, которая стартовала в этом году, в нашем регионе будет развернутся пять центров амбулаторно-онкологической помощи на базе Шуйской ЦРБ, Кенишемской ЦРБ, Дейковской ЦРБ и в двух городских больницах. Это четвертая городская больница и седьмая городская больница. Так что же такое центр амбулаторно-онкологической помощи? Это, по сути дела, можно сказать так, что это практически филиал онкодиспансеров. Конечно, мини-копия такая, но тем не менее, то есть они будут доознащены оборудованием диагностическим и на базе этих центров будут проходить химиотерапию пациенты, ну, чтобы, в общем-то, приблизить помощь более к пациентам, чтобы они не ездили к нам, проходили место лечения по месту жительства. Ну, вот у меня все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Есть вопросы, я могу либо, как бы, ответить, отвечаю, да? Значит, что такое онкомаркеры, обязательно ли задавать на них анализы? Ну, да, очень часто задают такие вопросы, что онкомаркеры, но, в принципе, это, как бы, возникло потому, что по телевидению очень часто выслышали в интернете, что онкомаркеры, это панацея. То есть мы сдаем, как будто бы онкомаркеры, и, в общем-то, сразу нам ставят окончательный диагноз, там, бесповоротный. На самом деле это не так. Онкомаркеры, очень мало их, на самом деле, существует, которые, на самом деле, как бы, они, скорее всего, скажу так, то есть они помогают в какой-то степени, плюс к дополнительным методам исследования поставить диагноз. Но это никак не, как бы, вот не единственный метод, которым можно поставить диагноз рака. Они помогают нам, онкологам, то есть, как бы, в случаях, когда мы проводим, например, химиотерапию, да, и хотим отследить эффективность этого метода лечения, тогда мы по, как бы, изменениям показателей онкомаркеров в какой-то, опять же, степени можем говорить, что эффективна терапия или неэффективна. Но для диагностики, я еще раз повторюсь, вот то, что я сказала, это смотровые кабинеты обязательно на один раз в год, и все методы исследования, которые я перечислила, то есть вот на что нужно ориентироваться, не на онкомаркеры. Спасибо. Здравствуйте. Я доктор-доматолог из госпиталя. Меня попросили сегодня вам насветить тему травм в пожилом возрасте, частота развития, как мы лечим эти повреждения, какие способы профилактики существуют таких повреждений. Вы слышали, что сейчас выдвигается эпидемия, ну, эпидемия не инфекционная какая-то, а травматологическая эпидемия. Это эпидемия переломов шейки бедра, переломов шейки плеча и повреждения лучезапястного сустава, так называемого перелома лучевой кости в типичном месте. Многие об этом слышали, многие с этим сталкивались, наверное. Сейчас эта тема очень актуальна. Не только в России, в России она еще только набирает обороты. Во всем мире, в Европе, в Америке, там, где уровень жизни чуть повыше, чем у нас, там, где люди живут дольше, тема эта очень актуальна, и у них уже разработаны определенные подходы к лечению данных повреждений. Мы только сейчас еще начинаем к этому подходить, но государство активно лоббирует этот интерес, ему это интересно, чтобы как можно быстрее людей восстанавливать после таких повреждений. Значит, какие же самые частые все-таки повреждения? Наиболее частые, конечно, встречающиеся, это повреждения лучевой кости в типичном месте, так называемые переломы лучевой кости. В основном это заболевание лечится амбулаторно, но где-то в процентах 20-30 мы прибегаем к оперативному лечению. Перелом шейки плеча встречается чуть реже, но также частые повреждения. Хочется сказать, что переломы лучевой кости, переломы шейки плеча, переломы шейки бедра, это маркеры заболевания так называемого остеопороза. То есть если у человека после 60 лет низкой энергетической травмы случилось, то есть что такое низкая энергетическая травма? Это травма, которую человек получает в результате падения с высоты собственного роста. То есть не секрет, что все те повреждения, о которых мы сейчас с вами разговариваем, это в большинстве случаев они встречаются у людей старше 60 лет и как раз при низкой энергетической механизме травмы. То есть когда вы с высоты собственного роста падаете на область большого вертела, ну или как говорят на наружную поверхность бедра, или вы падаете с упором на кисть, или вы падаете с упором на область плечевого сустава, и у человека развивается перелом той локализации, на которую он больше всего приложил усилия. Значит, все-таки самым редким повреждением из этих трех повреждений является перелом шейки бедра, самый страшный со стороны родственников и со стороны пациента, это самый страшный диагноз. Люди всегда пугаются, люди всегда говорят, ну как же так, как же нам дальше жить, они плачут, задают много вопросов, но надо понимать, что все-таки медицина шагнула вперед, и этот диагноз на самом деле сейчас не так опасен, как буквально 20-30 лет назад. Сейчас разработано множество специальных металлических конструкций, которые позволяют в ранние сроки после развития данного повреждения зашинировать зону переломов, не позволяют пациенту ближайшие дни после операции, это не недели, это не месяц, это не годы, это дни. То есть буквально со второго, с третьего дня после такого повреждения мы больного вертикализируем, позволяем ему ходить, наступать на ногу. Это то, что сейчас мы можем предложить вам при таких повреждениях. И эта тактика показала хорошие результаты, опять же, сначала она была в Европе принята, сейчас она перекочевала к нам. Значит, какой же основной механизм? Мы уже сказали, да, это низкоэнергетическая травма, это падение на область большого вертела чаще всего. Почему он происходит? Чаще всего это происходит от того, что люди банально подскальзываются. Да, не секрет, что скользкую погоду чаще всего обращаются именно с такими повреждениями. Почему? Потому что носят обувь, которая не позволяет им удерживаться на скользкой поверхности. Первая причина, но эта причина наиболее актуальна зимой, хотя летом часто встречается, но летом она еще отягощается тем, что люди пожилого возраста в вечернее время в полутьме пытаются куда-то ходить. То есть это или на улицу, часто очень любят после бани идти, подскользнуться где-нибудь на линолеуме, который подстелен между грядками и получить вот такое повреждение. Или же дома в полутьме, вставая в туалет, чаще всего запинаются, не одевают очки. Очки тоже важная вещь, необходимо, если уж вы хотите куда-то пойти, все-таки включить свет, одеть очки и не забывать, что у вас есть пороги. Хотя объективной какой-то научно доказанной информации о том, что вот вы все сделали правильно и этот перелом у вас не случится, такой информации нет. Но тем не менее говорят, что если предупрежден, да, то вооружен. В данном случае можно так попробовать себя вести, но исключить это повреждение достаточно сложно. То есть когда оно случается, оно случается. Значит, какие же основные симптомы все-таки повреждения? Это боли в области повреждения. Если человек упал с упором на кисть, это боли в области лучезапясного сустава. Это отек в области лучезапясного сустава. Это ограничение изгибания пальцев. Если это шейка бедра, то это боли в области тазобедренного сустава. Это по наружной поверхности бедра, но чаще всего боли в паху. Если это плечевой сустав, то это боль в области верхней трети плеча, в области плечевого сустава. Как себя вести в данной ситуации? Ну вот случилась такая травма, человек упал, то есть что же нам делать? Все-таки самое главное, надо начинать от того, что нужно всем успокоиться, быть поспокойнее, спокойно взять себя в руки. Я уже вам сказал, что ни одна из этих травм сама по себе привести к каким-то плохим исходам не может. Все эти травмы лечатся, лечатся они достаточно хорошо. Ну, правда, чтобы были подготовленные врачи, у нас таких врачей достаточно, мы справляемся с этими повреждениями. Поэтому сначала надо успокоиться. После того, как мы успокоились и не накручивали человека, с которым случилась эта травма, его необходимо обезболить. Обезболивать можно любыми препаратами, которые у вас есть дома в аптечке. То есть это анальгин, хотя его уже не очень тоже любят, считают, что он немножко вреден. Отменили его во многих стационарах. Но тем не менее, то есть он своей актуальности не потерял. Даже если подумать, то он при инфаркции миокарда, то есть пор в вену ходит анальгин, когда у людей резко выражен болевой синдром, если нет ничего больше другого. Значит, это нестероидные противовоспаливные средства в основном. Сейчас их много, большое количество. Это кетарол, кетанал, найс, немесил, немесулит, аркоксия, мавалис и чего только нет. То есть, ну, в общем-то, любой, который у вас есть препарат, вы даете больному в рот. Желательно его, конечно, все-таки рассосать и постараться, чтобы как можно этого больше препарата как можно дольше находилось во рту. Потому что быстрее всасывается, быстрее наступает эффект. Ну, если человек проглотит, здесь тоже ничего страшного нет. Не надо пытаться человеку много накормить или напоить в этой ситуации. Много пить и есть не надо давать, потому что, возможно, потребуется какое-то хирургическое вмешательство, там, через час, через два, когда вы привезете больного в стационар. Но если вы накормите, напоите, соответственно, нам придется, ну, какое-то время откладывать эту ситуацию, для того, чтобы пища немножко прошла подальше из желудка. Вот, ну, это уже особенности антизиологического пособия, так требуется, это правильно. Поэтому не надо много, глотком банты запили, и дальше вы уже решаете. То есть, если это шейка бедра, то зашинировать по тем правилам, которые существуют в медицине, у вас в амбулаторных условиях, скорее всего, не получится. Поэтому надо больного положить на какую-то жесткую поверхность, ну, может быть, это какие-то носилки у вас есть, может быть, какой-то широкий щит у вас есть, и постараться его отнести, если это далеко, до кровати. Если это в доме, ну, тихонечко, пускай он попрется на вас, на здоровую ногу, да, приведете его к кровати, положите его на кровать. Во многих книжках пишут, что одним из способов такого транспортировки больного, это можно снять любую дверь, вот любая дверь, это хороший, большой щит. Но я не думаю, что в ваших ситуациях понадобится это. То есть, упал, обезболивание, дальше положили его, и ногу особенно перемещать не надо. Не надо думать, что этот перелом, который случился у человека, при движении ногой вы что-то там повредите, что-то там много сместите. То есть, единственное, что вас должно настораживать, это то, что человеку больно. То есть, вот единственное, что ничего вы там не повредите, и хуже уже не сделаете, чем то, что есть. Поэтому, если вам надо вдруг его куда-то подальше переместить, этого человека, не пугайтесь. Если ему немножко больно, ничего страшного. Но если это требует ситуации, то все-таки лучше переместить его в то положение, где ему будет лежать удобнее и правильнее. Значит, если это перелом лучевой кости в типичном месте, здесь все гораздо проще. Здесь вы можете выполнить шинирование самостоятельно. Обычно это достаточно для этого обычного картона. Хорошего, толстого картона. Вы вырезаете его, видно, прямо есть, отрываете просто по размеру предплечья, сгибаете его по контурам предплечья и подбинтовываете бинтом. Получается, что рука как в гумачке будет лежать. Для переломов лучевой кости в типичном месте это хорошая иммобилизация. Как только вы человеку ее приложите, он сразу вам скажет, что мне стало легче. Плюс вы обезболите его. В общем-то, ситуация решена. Если это боли в области плечевого сустава. Ну, существует множество шин, разработанных для шинирования. Но, опять же, это не наша ситуация. В обычных условиях вы можете воспользоваться обычной косыночной повязкой. Обычная косыночная повязка делается из лотка. Лучше из хлопчатой бумажной ткани. Ну, и чтобы это была не шерсть, не какая-то синтетика обычная. Косыночка складывается треугольником. Два уголочка завязываются на шее. Один уголочек завязывается в области локтевого сустава. Все. Ручка в гамачке. Проблема решена. Значит, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, то в данном случае существует как бы две проблемы. То есть, или этот человек сломал себе шейку бедра, там, в один же типичном месте, или область плечевого сустава. Или же это просто уши. Для того, чтобы решить эту проблему, все-таки необходимо обращаться в специализированные лечебные училищики. То есть, это вызвает врача скорой помощи, если это случилось с шейкой бедра, да, с шейкой плеча. Все-таки, если это боль в области лучезапястного сустава, можно самостоятельно обратиться в травмпункт. У нас существует два травмпункта. Седьмая курб больницы, госпиталь ветеранов-воин, где вам круглосуточно всем оказывается специализированная травматологическая помощь. Но если это шейка бедра, естественно, не надо самим человеку укладывать в какую-то свою машину и везти его, потому что, ну, это неудобно, это неправильно, и это может привести к развитию каких-то неблагоприятных последствий, которые мы с вами очень сложно даже бывать прогнозируем. Поэтому вы не забывайте, скорая помощь, она существует для того, чтобы в данной ситуации оказывать вам помощь. Значит, здесь может быть два варианта. Или это перелом, или это ушиб. Поэтому обязательно в этой ситуации необходимо выполнить лентгенограмму. Многие больные, мы сталкиваемся с этим, постоянно сталкиваемся, падают, считают, что у них имеется ушиб, и что этот ушиб рано или поздно пройдет. Некоторые день, некоторые два, некоторые месяцы могут ходить с таким повреждением, например, в области шейки плеча, в области лучезапясного сустава, но и в шейке бедра тоже часто бывают ситуации, когда люди даже по месяцу не обращаются, считая, что у них ушиб, и, наверное, это пройдет. Все-таки чем раньше человек обращается в специализированные лечебные учреждения, тем помощь будет более адекватной, и прогноз будет наиболее хорошим. То есть чем быстрее вы обратитесь, чем быстрее мы поставим вам диагноз, тем правильнее мы проведем лечение, и тем более прогнозируемый результат этого лечения будет. Значит, по перелому шейки бедра. Зачастую люди, вот я уже говорил, что очень часто расстраиваются, но надо понимать, что переломы шейки бедра, существует их много, этих переломов. И каждый перелом имеет свои особенности по восстановлению конечности после такой травмы. Существует шейки, прямо перелом шейки бедра, мы тоже так его называем, перелом шейки бедра. Существуют переломы вертель из зоны бедра. Это гораздо более благоприятные повреждения в плане сращения. Старше 60 лет мы практически, ну, наверное, в 90% случаев выполняем эндопротезирование. То есть мы меняем при переломе шейки бедра устанавливаем искусственный сустав человеку. Это позволяет ему во вторые-третьи сутки после травмы вставать, ходить с упором на конечность, правда, со спилями. Это хорошая методика лечения, и расстраиваться здесь не стоит. Но надо понимать, что помимо все-таки перелома шейки бедра, у человека существует еще множество сопутствующих заболеваний, которые при переломе шейки бедра, как правило, обостряются, и в большинстве случаев и определяют дальнейшую тактику лечения. Поэтому не каждого человека с переломом шейки бедра мы можем прооперировать. Это тоже надо понимать, осознавать. То есть если человек, грубо говоря, до травмы не ходил, на ногу не наступал, если он упал с кровати и сломал шейку бедра, то, конечно, мы не будем, наверное, его оперировать. Считается так, что все переломы шейки бедра необходимо оперировать в первые 72 часа после травмы. Такая тактика лечения дает наилучшие результаты. Она позволяет больному как быстро восстанавливаться и выполнять прежние свои функции. Может быть, некоторые думают, что это далеко от них, и, наверное, такого нет сейчас. Нет, мы так работаем. У нас есть такие способы фиксации переломов, которые позволяют выполнять данные операции вот с таким вот результатом. Перелом шейки плеча. Практически все эти переломы мы лечим консервативно. Как правило, накладываются гипсовые повязки, после этого больной в течение определенного срока входит в них, сращение хорошее, но иногда мы также их оперируем. Перелом лучевой кости также в большинстве случаев это консервативное лечение, в некоторых случаях мы выполняем операции. По профилактике травматизма, я уже говорил, что необходимо отметить, что чаще данные повреждения все-таки встречаются для женщин. Поэтому почему так? Ну не секрет, что после 60 лет, после 50 лет изменяется гормональный фон в женском организме и из костной ткани вымывается кальций. Кости становятся грубо не мягкие, а более голкие. То есть они ломаются от меньших травм, чем у мужчин. Это мы наблюдаем. И у себя в стационаре большинство все-таки повреждений с переломами шейки бедра, с вертельной зоны, с переломами бедра это все-таки женщины. Мужчины где-то один к пяти. Один мужчина где-то на пять женщин. Вот. Необходимо понимать, что иногда боль в тазобедренном суставе это привлекается с прошлой конференции, начинают людей беспокоить задолго до того, как они обращаются в стационар с переломом. Так называемый металлогический перелом существует. Поэтому, если даже без травмы человек беспокоит боли в области дазобедренного сустава, то в области бедра не забывайте также обращаться в специализированные лечебные учреждения, где вам проведут диагностику. В основном сейчас диагностическим методом любого из этих повреждений является выполнение рентгенограмм. То есть, без выполнения рентгенограмм быть уверенным на 100%, что у вас нет какого-то перелома нельзя. Поэтому, если вы упали, вас беспокоят боли, то необходимо, еще раз говорю, обращаться в лечебные учреждения, где выполнят вам рентгенограмму. Какая частота встречаемости сейчас этих повреждений? То есть, считается, что в мире где-то таких повреждений вот шейки бедра где-то 2 миллиона повреждений в год встречается. Считается, что к 50-му году этих повреждений будет 6 миллионов. То есть, население стареет, население дольше живет, костная ткань становится более слабой, частота повреждений увеличивается. Давайте слайды посмотрим. А сколько? А еще? А еще? А еще? А еще? Это другая проекция. Дальше. Вот классический вариант. Как шеймировать? То есть, не получится зашеймировать у вас такое повреждение, поэтому только врач скорой помощи может выполнить качественную мобилизацию такого повреждения. Но обезболивание такому больному надо и вызвать обязательно врача скорой помощи. Давайте дальше. Может следующее открывать? Это ее что-то хочу. Это эндопротезирование. Это вариант лечения переломов шейки бедра для пожилых людей. Мы выполняем протест. Больной может сразу начинать наступать на ногу после операции. Следующий. Это сам перелом шейки. Следующий. Также один из вариантов перелома. Следующий. Это другая конструкция при другом повреждении. Видите какой шлиф установлен внутрь постмозгового канала, что позволяет больному также начинать раннюю нагрузку. Давайте дальше. Другая проекция. Дальше. Это двухсторонний перелом. Видите? То есть необходимо помнить, что если у вас случился перелом ручевой кости в типичном месте, или перелом шейки бедра, или перелом шейки плеча от падения с высоты собственного роста, то в общем-то помимо того, что вам необходимо выполнить операцию или вы лечитесь в гипсе, вам необходимо проконсультироваться у эндокринолога, врача-ритматолога с целью определения необходимости лечить остеопороз. То есть диагноз остеопороз сейчас распространен недостаточно, существует множество методов его лечения, но маркерами, первыми признаками перелома является перелом самый простой, это ручевые кости, шейки плеча, шейки бедра или тел позвонков. Если случился один из этих переломов, то вам необходимо помимо обращения к травматологу в послеоперационном периоде обратиться к эндокринологу или к врачу ревматологу. Они делают денситометрию, определяют плотность костной ткани и на основании этого назначают вам лечение. И тогда пасторный перелом возможно у вас не случится. Если же вы ничего не сделаете, не будете принимать комплексную терапию остеопороза, но тогда вы столкнетесь с той ситуацией, о которой я говорил, когда с обеих сторон сломались обе шейки бедра. Мы справились с этой ситуацией, но дальше будет что? Дальше будет перелом руча в типичном месте, перелом шейки плеча, перелом поясничных или грудных позвонков. Это боль, это длительное лечение. Поэтому не забывайте, что если так случилось, необходимо принимать препараты по остеопорозу. Это классический перелом шейки бедра. Дальше. Это также эндопротезирование при переломе шейки бедра. Дальше. Как заменить коленки и сколько это стоит? Хороший вопрос. Коленки. Коленки мы вам не заменим, мы можем выполнить эндопротезирование. То есть установить на вашей гости наши железяки, скажем так. Сейчас все металлические конструкции в Ивановской области бесплатные. То есть вы можете обратиться в пятый кабинет травмпункта номер один города Иваново, где вас осмотрит травматолог-ортопед. У нас два их. Они дежурят каждый день один в утро, второй в вечер. То есть вы приходите, записываетесь на определенное время или звоните по телефону. Телефон не могу вам сказать в полцентр госпиталь ветеранов вы можете его посмотреть, позвонить, встать, записаться на прием, прийти на прием, вас осмотрят врачки. Если вам будет необходимо заменить коленки, то мы с удовольствием вам проведем эту операцию. Железяки, медицинские услуги все стоят бесплатно. Сейчас государство достаточно хорошо финансирует эту отрасль, особенно в Ивановской области решено все очереди по протезированию и стараться закрыть. Деньги выделены, наши лечебные учреждения работают очень активно, мы в день выполняем до 10 эндопротезирований коленных и дозабедренных суставов, помимо всех остальных повреждений. Правда ли? Значит, по поводу Д3-мекомеда, ну, схемы лечения остеопороза существуют, которые включают в себя научно доказанные обоснованные схемы, они входят во многие клинические рекомендации, которые пользуют врачи. Эффект этих препаратов доказан. Но здесь необходим длительный прием этих препаратов. И все-таки, помимо Д3-мекомеда, все-таки необходимо, возможно, применять еще какие-то препараты, которые позволяют этому кальцию усваиваться в костях. Для того, чтобы решить эту проблему, все-таки необходимо обращаться к эндокринологу и к ревматологу. И прежде, чем что-то принимать, надо посоветоваться с врачом. Самостоятельно не принимайте эти препараты длительно, потому что они влияют и на другие органы, и потом вы можете получить больше проблем, чем хорошим результатом. У нее все-таки, вот, когда мы пытаемся понять, что помогает, а что не помогает человеку, существует множество всяких разных методов лечения, когда мы пытаемся понять, что помогает, что не помогает, мы отталкиваемся от больших научных исследований, которые проводятся в России, в Европе, и там с помощью математических методов на большой группе людей с помощью определенных методик доказывается, что тот или иной препарат имеет действие на организме через то-то, то-то и то-то. Про мумиё я не слышал нигде ни одной стадии, что он на что-то влияет. Возможно, в горах, где его делают и где его часто принимают, он и помогает, но на равнине сколько лет? Последний вопрос, у меня еще одна бумажка, ну хорошо. Сколько лет служит протез тазобеданного сустава? Выживаемость протеза тазобеданного сустава от 15 до 20 лет. То есть это хороший срок и если там в 65-70 лет получить травму и потом вам постармят протез, в общем-то его хватит на всю жизнь. У соседки свободный с протеза без 5 лет. 5 лет. А что 5 лет еще сама не будет? С просрочными лекарствами? С дорогими или недорогими лекарствами? Потому что если дорогие, то тут надо подумать. Если дешевые, то значит выбросили. Но вообще нельзя принимать просрочные лекарства, потому что они просрочные. это уже я там подзапись. Яна. Это яна. Яна. Мне сложно ответить на этот вопрос. Человек упал, беспокоит боли в коленке, но ему говорят, что у него болезнь Бехтерева. Болезнь Бехтерева сложное заболевание, множество разных надо взять тестов, чтобы определиться, что это болезнь Бехтерева. Поэтому только на основании того, что после падения болит коленка, наверное, это преждевременный диагноз, и все-таки нужно обратиться к врачу, еще раз говорю, ревматологу и травматологу в артопе. И они вместе вам установят диагноз болезнь Бехтерева. Да, говорят, что надо заканчивать. Извините. Спасибо за внимание. Человеке летали в Москве. Пять лет сына. Сейчас на библии. На библии. очень важно. Библии. На библии очень внимательны. 6 ноября в 14 часов в зале Коррекционного Методического Центра Культуры и Творчества будет факультет правоведения, лекция, права старших родственников, семье, способы их защиты. Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области. Очень интересная тема. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...